Пятый канал представляет Помогите! Помогите, кто-нибудь! Отец, я стиху! Ой, тише, 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 тише! Родион Андреевич, я прошу вас, сделайте нам тишину! Я здесь, папа! Роди! Ты не поверишь! Мы не меньше, чем ты, очень хотим, чтобы твой отец пришел сюда! Уходим! Они здесь будут через пять минут! Уходим! Они здесь будут через пять минут! Папка у тебя только несговорчивый! Роди! Уходим! Уходим! Буш! 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 ЭЛО! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Крышка куда-то подевалась Извините, Георгий Федорович Давайте я зажму ее чем-нибудь, чтоб не перевернулось Сам справлюсь, да опусти ты его уже Э, на борту Глуши свою посудину Ваша лицензия недействительна Судно арестовано, все на берег Ты бы, Вань, завязывал с такими шутками, ладно? Привет Нет уж Сегодня встречаемся в баре, как договаривались А еду мимо, смотрю, вы на ловлю собрались Решил предупредить Вон, смотри, тучи какие Черт Действительно Ну, что встали-то, поторапливайтесь Успеем одну ходку сделать Давай, до вечера Давай Марк Анатольевич, вы можете мне прямо сказать Что вы от меня хотите А не вот это вот все Оксана Леонидовна Я хочу вас убедить в том Что без партнерских отношений с госпожой Егайловой Ваш бизнес скоро развалится Егайлова? Это которую мой покойный бывший муж называл бабой Егой? Именно И ваш покойный отец По-дружески называл Карину Романовну так же Да Но, насколько мне известно Они вели бизнес не совсем законно Или я ошибаюсь Вот, зачем вам все эти проблемы Если вы в бизнесе ничего не понимаете Продали бы все Карине Романовне на корню Да и жили бы беззаботно, до старости Она вполне адекватные условия предлагает Так и я вам, Марк, нехилые бабки плачу За то, чтобы вы вели наш с братом бизнес Пока он из тюрьмы не выйдет А вы мне все время в какие-то авантюрные схемы пытаетесь впутать Вы мне лучше скажите, вы казино закрыли или нет, как я вас спросила Я тоже хочу там какой-то свой бизнес открыть Это за один день не делается Казино же не только нам принадлежит Да? А кому еще? Ну, Кощею с сестрой Какому Кощею? Я же вам рассказывал Сын Бабы Иги Иннокентий Егайлов Все, все, хватит Я больше ничего не хочу слышать про эту нечисть Привет, мам Привет Обедать останешься? Спрашиваешь, конечно останусь А отец где? Нервы успокаивает Строит Максимке шалаш или землянку, я не поняла Так, а что случилось? Отец решил Каспера впервые взять на охоту Так А Каспер оказался гуманистом Каждый раз, как отец прицелится в зайца Каспер кидался на него или гнал добычу лаем Вот отец вернулся с охоты Без добычи, аккуратно Фунцовой от злости А Каспер довольный, счастливый Ну, это не мудрено Ты же помнишь, кто был первой хозяйкой У Каспера А у Танюшки наше сердце было большое и доброе Да Шалаш он где делает? На берегу Пойду посмотрю Только недолго Хорошо, мам Ничего в документах об этом нет Земля и здание под казино наши Давайте, решайте как-то вопрос Или я сама завтра поеду и всех разгоню к чертовой бабушке Раз вы с этим год уже, год не можете справиться, Марк Или делайте так, как я вам говорю Или увольняетесь Как скажете Оксана Леонидовна До свидания Да Она отказалась Мои действия Ну тогда по плану Б работаем Езжай к сестре Как вы с таком Очень красивый круг Привет, дядя Жора Привет Все подарком тете Оксаны балуетесь, да? Ага Отпадная вещь Ага Пап Пап Привет На вот Это оплата строителям за ваш новый дом с мамой Кстати, шалаш-то мог и не делать Смотри, он умокся другие увлечения Нет Мы будем играть там честно Точно? Да Это наше убежище Ух ты Быстро все к столу Все готово Принято Идем, баба Валя Давайте, давайте, бегом Пап Пап Пойдем перекусим Там к вам девушка какая-то Говорит, Саша Блюм из Москвы Впустить? Да ладно Сашка Блюм Вот чертовка Конечно, впустить Я сама ее встречу Сашка! Привет Привет Привет, привет Ты извини, что я без звонка Телефон потеряла Да ничего страшного Главное, что ты нашлась Да Когда ты успела-то? Ну так мы столько с тобой не виделись Давай, бери свой чемодан Пойдем в дом Я тебе все расскажу Пойдем Мать, да я сама Слушай, как хорошо, что ты приехала Я уж тут закисать начала У меня же девятый месяц Я рожу скоро Только мамские проблемы Ой Слушай Так ты, получается, из клиники Сразу на поезд И что, даже домой не зашла? Ну да, я... Спасибо, Варь Сразу сюда Потому что врач сказал, что я должна сменить круг общения полностью Пока моя ремиссия не установится Чтобы ни я, никого, ни меня никто вокруг не знал А я как же Ну, ты не в счет Ты же чистая А-а-а Ну да Так а когда твоя ремиссия устаканится? А ты что, меня уже гонишь? Да дурочка, я просто из любопытства спрашиваю Живи, конечно, сколько хочешь Вон, ешь, пей Если тебе деньги нужны, я тебе дам Я, как видишь, девушка не бедная Спасибо, родная Врач сказал, что я должна сама работу найти И хозяйством каким-то заниматься Ну, чтобы не было времени на всякие глупости Подожди, так ты же английский хорошо знаешь Ну да А что? Да есть у меня одна идейка Да? Ну, рассказывай Каре Двадцать в кредит К сожалению, кредитная линия для вас закрыта Здравствуйте, Николай С вами как раз об этом хотят поговорить Говорите, я слушаю Не здесь В кабинете Мы дома Ну, наконец-то вы вернулись У меня отличные новости У нас гости Да, приехала моя подруга из Москвы Будет учить тебя английскому языку Ты пойди пока Покажи тете Саше свою комнату Хорошо Мак Ты ничего не забыл? Из Москвы? Тебе совершенно не о чем беспокоиться Это просто моя подруга Она никак не связана с бывшим мужем Где она становится? Вот Жора Об этом-то я и хотела с тобой поговорить, милый Понимаешь, сегодня-то понятно Она переночует у нас в гостевой комнате А завтра, я подумала, может быть Она переселится в старый дом твоих родителей Ну, хорошо, пускай переезжает на месяц А почему так мало? Потому что, Оксана, в скором времени мы туда переедем Жор, ну, ну что ты опять начинаешь, ну Мало того, что ты со мной тут не живешь Ты еще не хочешь нормальных условий для ребенка Для своего ребенка, между прочим, Жора Но мы-то с сестрой как-то там выросли, ничего Ну, я не могу вот это вот все оставить без присмотра Я же Яше обещала Сохранить родительское гнездо Да никакое это не гнездо, а волчья нора Жора И ты это прекрасно знаешь, Оксана Жора Жора Знакомьтесь, Николай, это Елизавета Егайлова Совладелец любимого вами заведения И не только Надеюсь, вам не надо объяснять, чьи интересы Она будет теперь представлять в нашем городе Нет, не нужно Очень приятно А мне, честно говоря, не очень Наша семья не любит неблагодарных ментов А ты, Коля, очень неблагодарный Не понял, я никогда с вами дел не имел Ошибаешься, Коля Ты кинул лучшего друга моей матери Леонида Яковлевича Паренюка Помнишь такого? Конечно, помню, только я его не кидал никогда Лёка, ну, Леонид Яковлевич Перед смертью мне все долги простил Можете у Яшки спросить, он подтвердит Так я же нам и рассказал Что он тебе долг простил, чтоб ты его семью от местного беспредела спас Но его все-таки убили Получается, ты оплаченные Лёкой услуги не предоставил То есть, попросту говоря, Лёку кинул Так же выходит, да, Коленька? И за это придется ответить Сидеть Чего? Не-не-не-не-не Не надо, не надо, не надо Быстро долг отработать хочешь? Как отработать? Человечка одного убить. Как убить кого? Ну, как убить? Ты за такие бабки сам решишь. А кого я тебе шепну? Только это до завтра надо сделать, Коленька. У нас времени нет. Согласен? Вот теперь мне было очень приятно с тобой познакомиться. Боже. Кого? До завтра, Коля. Пошел, привет. Жор, возвращайся к нам, отдел. Давай, я вместо себя твою кандидатуру предложу. Нет уж, спасибо. Да и честно говоря, отвык я от службы уже. Ну, тогда я не пойду в отставку. Пришлют вместо меня какого-нибудь самодура. Да ищи чужого. Как я людям глаза смотреть буду? Да ладно. Нормально все будет. Всем здрасте, кого не видел. О, привет, Вань. Давно хотел вас познакомить. Это Ваня, младший брат Полины Меркуловой. Ну, а это товарищ полковник Хужеев, начальник нашей полиции. Андрей Раулевич. Очень приятно, Ваня. То есть, старший инспектор рыбоохраны Иван Мороз. Ну, садись, охрана. Водки будешь? Не, я только пиво. Ладно, тогда я с вами за компанию выпью пиво. Я принесу. Ну, навсегда к нам перебрался. Да нет, к себе домой. В Темрюк буду возвращаться. Ну, там все, там родня, семья там. Я сюда только сестру приезжал поддержать после смерти дяди Юры. Спасибо. Ну, правильно сделал, молодец. Хвалю. Ладно, давайте. Мам, привет. А-а-а. Ты чего так поздно работаешь? У тебя же режим. Здравствуй, красавица. Увлеклась. Да, заканчиваю. Марк с тобой. Марк? Да я здесь, Карина Романовна. Здравствуйте. Маркуша, дорогой, будь добр, проследи, чтобы к нашему с Кешей приезду уже было все готово, о чем тебя Лиза просит. Конечно, Карина Романовна, не сомневайтесь. Ну, добро. Ну, все, отбой. Конец связи. Да, мальчики, действительно. Давайте уже заканчивать. Поздно. Я устала. Я тебя спрашиваю в последний раз. Где Буры? Мы не знаем, где Буры, я клянусь. Он взял товар весь в наш общак и как сквозь землю провалился. Мы сами в шоке, что он такой крысой оказался. Ну, скажи, Кощей, ты же знаешь, что я не вру. Ты как меня назвал? Как ты меня назвал, гаденыш? Прошу прощения, Иннокентий Эдуардович. Вырвал... Где Буры? Ну, пожалуйста, я правда не знаю. Я не знаю я! А ты ищи, ищи. А ты найдешь, вас накрашу. Приберите здесь. Помойте вы и на улицу. Кеша, скажи Ковалю, что мы завтра выезжаем. Ладно, поеду я. Подвезти вас? Нет, спасибо. Мы еще, пожалуй, по кружке. Да, мне еще надо, товарища полковника, да уговаривать к нам на пенсию в теплые края перебраться. Ладно, уговаривай. Все, товарищ. Пока. Ты прям как моя жена. Уходи, уходи со службы. Достал уж по самой, не балуйся. Ой, да. Я тут, представляешь, спасаться начал от нее у лесника. Второй раз уже как в командировку ездил. А она верит. КОНЕЦ Абонент временно недоступен. О, Господи. Жора, ты меня так напугал, я чуть не родила. Я же и так вся на нервах. Почему не берешь трубку? Я уже подумала, что ты нас бросил. Ну, прости. Ну, просто сел телефон. Спасибо, что приехала. А то я уж соскучился по тебе и по сыну. А что, если там девочка? Ты же мне запретил делать УЗИ. Слушай, я без всякого УЗИ знаю, что там пацан. Да. Причем, похоже на меня, да. Лысый ворчун. Кто? Такой же лысый ворчун. А знаешь, я что подумал? Пускай живет. Кто? Ну, подруга твоя из Москвы. В нашем старом доме. Я завтра ее сам перевезу. Только родителей предупрежу. Спасибо, Жорочка. Как я тебя люблю. Оксанка. Ну, давай, Варя. Рад был. Рад знаком. Счастливо. Фу. Слава Богу, нашел вас. Анвир Ауливич, вас все ищут. Подожди, а с телефоном что? Говорит, внизу на доступа. Мне черные копатели звонили, ну, которые с металлоискательным полез уходят. Говорят, в лесу женщину нашли, то ли живая, то ли нет. Похоже на Валентину Георгиевну, Беллоног. Так надо было первым делом скорую вызывать. Так я вызвал, они, наверное, уже там. Так поехали. К нам туда. Мы что, опять раньше в скорой приехали? Надо будет с начальником здравоотдела поговорить. Ну, и где твои копатели? Копатели твои где? Сказали, возле того оврага будут ждать. Ну, и где? Пацаны, ну что ты так волнуешься? Не забыл я про эту конную прогулку с Максимом? Да скоро буду. Больше здесь запрягайте. Давай. Жора, Жора, подожди. Светлана Игоревна, а Максимки нет. Да я к тебе. Анечка, иди поищи пока ракушки для аквариума. Что случилось? Да, Вер пропал. То есть как это пропал? Ну, он сейчас спит в другой комнате, пока Анечка у нас гостит. Утро смотрю, а его нет. Вот. Он вчера сказал, что идет с тобой в бар. Ну, да. А я звоню, а никто не отвечает. Ну, может, его по службе срочно вызвали. Так я оттуда и иду. Они сами его с утра найти не могут. Ну, а в розыск они объявили или что? Объявили. А что толку? У меня душа не на месте. Сердцем чувствую. Беда с ним. Жора, помоги. Ты же у нас лучший опер был когда-то. Каспер, фу. Фу. Ну, что ты делаешь? Да пусть. Ничего страшного. Это я рубашку Анвера думала поисковым собакам дать понюхать. А Николай говорит, что не надо. Там в кабинете его вещи есть. Все, Светлана Игоревна, вы самое главное не волнуйтесь. Анвера я обязательно найду, я вам обещаю. Хорошо? Хорошо, Жора. Все, не волнуйтесь. Спасибо, Жора. Пока не за что. Каспер, все хорошо будет. Дядя Жор, можно спросить? Сейчас, Макс, подожди, у меня дело срочное. Ваня, как на связи будешь, срочно мне перезвони. Чего ты хотел? Можно спросить, как мужчина мужчину? Ух ты. Ну, как мужчину мужчину, конечно, можно. Мы с Аней Хужеевой будем смотреться вместе, как пара или нет. Макс, а тебе не рано об этом думать-то, а? Ты сначала вырасти, выучись. А потом мы с тобой об этом поговорим. Хорошо? Кажется, Каспер что-то нашел. Давай быстрее. Никуда не уходи. Даже если лошади пойдут, за ними не иди. Понял меня? Чего нет? Понял. Чего нет? Понял. Каспер! Каспер! Черт. Каспер! 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 Анвер! Он сказал ждать результата операции. Жора, ну ты поисковик от Бога. Мы бы никогда не подумали там искать. Да ладно тебе. Доктор, он хоть жив? Вашему мужу сильно повезло. Еще бы час-полтора, мы бы его не спасли. Пуля мозг не задела, но только при падении он получил сильную черепно-мозговую травму. Сейчас он в коме и… Скажите, а пулю вы извлекли? Нет, пуля прошла на выходе. Жора! Тихо-тихо. Доктор, извините, пожалуйста. Вы не могли бы мне сразу позвонить, как он придет в себя? Возможно, он знает, кто у него стрелял. Да, конечно. Обязательно. Спасибо. До свидания. Жор, я побежал. Да. Если что, звони. Хорошо. Светлана, с Анвером все будет хорошо. Быстро. А возле палаты мы поставим охрану, я договорюсь. Хорошо. Ну, все, все, успокаивайтесь. Ты хоть в курсе, что ты уже труп? Я, я все исправлю. Я, я все исправлю. Когда? Сутки. Дайте сутки. Обожаю быть благородной. Даю тебе последний шанс, милый. И запомни, захочешь сбежать и за твою голову такую награду назначу, что каждая собака на твоем пути захочет тебе глотку перегрызть. Понял? Угу. Ровно сутки. Моя мама уже близка. Угу. 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 Тихо, тихо. Ну и кто вы? Баба-яга. Слышал про такую? Ну, в сказках слыхал. Смешно. Ну, шутить, Жора, мы будем потом, когда мы с тобой договоримся. А родители мои где? И с родителями твоими все будет в порядке. И с бабой твоей брюхатой ничего не случится. Когда мы с тобой, Жора, договоримся. Мы с тобой договоримся. Да, Жора? Ну, смотри, о чем. О том, чтобы ты помог мне восстановить мой бизнес. Когда ваша семейка грохнула Лёку с сыновьями. Это был несчастный случай. Да ты не гони, я не прокурор. Мне Яша все рассказывал. И потом, ты знаешь, я бы Лёку сама грохнула, если бы он руку на мою семью поднял. Так что этот вопрос у нас с тобой решен. А вот мои зеленые ящики с моими балалайками ты переправлять начать должен. Иначе я все самые страшные сказки из твоего детства сделаю былью. Вы договорились или как? Ну, допустим, договорились. Моих отпусти. Да сразу же. Как только ты мой груз доставишь своим сейнерам. Ничего личного. Красавчик. Чистый бизнес. Да где же он? Ведь уже полдня ничего не ел, не пил. Молчи. Не дай Бог, кто услышит. Совсем беды тогда не оберешься. Я здесь. Боже мой. Максим. Живой. Я тебе сейчас что-нибудь поесть принесу. Ладно? Ага. Еще телефон мой принесите. Хорошо. Ага. Тетя. Обыскалась тебя? Чаю хочу. Сходи, завари, а? А, да-да. Сейчас. Куда ты пошла? Вниз, говорю. Иди, чаю хочу. Сейчас. А проще говоря, падение доходов населения коснулось и нас. Ага. Прибыль в казино постоянно падает. Ага. Ну так надо расширять состав услуг. Девок для интима нанять и наркоту через них же распространять. Если что, мы здесь ни при чем. Все на них испишем. Это только вы можете сделать? Я ничего в этом деле не понимаю. Ну так я и сделаю. Ты просто оформи как надо. Все, тетя, иди отдыхай. И не прячься больше. Стоять. Мне послышалось ли у нее звякну на телефон? Обыщи ее. Это я просто с внучком со своим переписываюсь. Ладно. Тебя предупреждали, чтоб никаких телефонов. Тетя, я тебе лично глаз выколю, если еще раз режим нарушишь. Поняла, нет? Извините, я просто забыла. Иди отсюда, пока я добрая. Ты глухая на всю голову, а? Я сказала обыскать. А то, что найдешь, надо было мне отдать. Мы теперь как узнаем, звонила она кому-нибудь или нет, а? Извините, не подумала. Да успокойся. Да успокойся, ты ради Бога. Все будет хорошо. А вы можете еще раз в мою комнату сходить? Зачем? У меня под кроватью кейс с квадрокоптером лежит. Если вы его принесете, то мы сможем на нем записку дяди Жори отправить. Гениальный ребенок. Я сам схожу, а вы записку пока пишите. Пишите. Дядя Жора, помогите, нас нужно спасать. Мы в плену. На, держи. Тебе еще всю ночь дежурить? Ну, не всю, но рубить меня уже начинает. Спасибо. Пожалуйста. А ты не слышал, что врачи про нашего начальника говорят? В Луговском они сказали, что наметилась положительная динамика. Кому? В Луговскому? А, это начальник следственного комитета, что ли? Ну, да. Я так понял, дело о покушении на Хужеева следственный комитет забрал. Понятно. Ну, ты пей, пей кофе. Так. Ага. Поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игорь, эй, до посту, смену проспишь. Игорь. Стоять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой. Господи, живой? Живой, живой. Кто это вы? Коля! Кто? Капитан Нефёдов. Черт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание, всем постам! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Капитан Нефёдов, немедленно остановитесь. Оля, не дури. Иначе я немедленно открываю огонь. Капитан Нефёдов, немедленно остановитесь. Две руки будут открывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Николай! Не дури! Открываю огонь на поражение! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой! Стрелять будут! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, вниз! Отходи его! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коля, не дури! Брось пистолет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Положи пистолет! Давай, давай! Меня заставили! Меня заставили! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Леяша! Здравствуйте, тётя Каря! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как ты возмужала? Возмужаешь тут. Как я понимаю, Яша, ты единственный наследник всего, что после себя твой отец оставил. Да, пополам с Оксаной. Яша, мы с твоим отцом жили не по закону, а по понятиям. А по понятиям, Яша, Оксана Лёки никакая не дочь, а овца приблудная. Тем более, что потомка убийц всей твоей семьи в себе носит. И по всем понятиям, Яша, ты должен отсюда выйти и весь бизнес отца на ноги поставить. Что скажешь? Ты что говорить, если я отсюда, может, и не выйду никогда? Да ты выйдешь, Яша. Я тебе адвоката хорошего подгоню. Ты только мне скажи, ты будешь с тетей Карей дела делать, как твой отец? Буду. И еще как буду. Это мой золотой. Жди адвоката. Привет. Почему двери нараспашку? Да пофиг. Выпьешь со мной? Не забираюсь. И тебе, по-моему, хватит. А когда выпьешь? Когда нас всех перережут тут? Я не хочу, чтобы из-за твоих разборок с бандитами еще и Ваня пострадал. Послушай, Поль, как Ваня объявится, я с ним обязательно поговорю. Не смей Ване ничего говорить. Жор, ты помнишь, как ты с Юрой поговорил? Он на тот свет отправился. Уходи, видеть тебя не хочу. Каспера оставь. Каспер, слушай. Жор, сделай с ними что-нибудь. Мико, я тебя уверяю, никаких перебоев в поставках больше не будет. Моя мать лично контролирует ситуацию. Да, погоди, погоди, погоди. Давай так, приезжай ко мне в казино, мы обсудим план расширения бизнеса. Договор? Ну, все, отлично. Давай. Тупая свинья. Ой, ну что, сестрица, кажется, в этот раз шестое чувство подвело тебя. Ты чё? Ты как? Ты как меня, на? Ты опять меня нашла? Ты каждый раз находишь меня в день рождения. Ты какому демону душу продала? Демону тут ни при чем, я старшая. На одну минуту. Ты родилась раньше меня, на одну минуту. Просто у нас божественная связь. Но ты не перестаешь меня удивлять. Да. А я не перестаю расплачиваться. А? У тебя с того раза, как спину подстрелили, у меня до сих пор мая ноет. Ну, так тому уроду повезло меньше, ты же его заживо закопала. Ну, если хочешь знать, я бы его раскопала бы, убила бы и снова бы закопала. Ты чё здесь делаешь? Я облажался, сестра. Я подвел нашу семью. С сегодняшнего дня мы в федеральном розыске. Выход у нас с тобой единственный. Ложимся под нож хирурга, полностью меняем внешность и валим отсюда по поддельным документам. Вот они. Ты чё натворил опять, а? Ты чё опять натворил? Со мной разговаривай! Да нет, подожди. Суприз до рождения. Дебил. Ты прикинь, в этом здании был раньше роддом. Мы тут родились. И в эту самую палату нас с тобой с матерью перевели, когда мы появились на этот свет. И я купил эту клинику, родная. Теперь она твоя. С днём рождения, сестра. Ты больной? Ну да, это у нас семейная. Прикинь, тут каждый день режут и кромсают людей. Прикинь, я в курсе. Да? Да. Пойдём. Куда? За твоим подарком. А чё, такой повод есть? Нет, нет, просто так. Ну ладно, пойдём. А чё будет? Именно пистолет у меня есть, я уже год ношу его. Ну переживай, малыш, я никогда не повторяюсь. Да? Давай. Да, всё-таки, всё-таки. Давай иди, узнаешь. Так. Так, горяченькие. Очень вкусно. Хорошо. Ты куда халуй? К хозяйскому столу грязные лапы тянешь. Пошёл вон, жри со своими. В домике для охраны. Отпусти её! Знай своё место, грязная прислуга. И не вякай. Чтоб ты сдох. Оксаночка, как ты, моя хорошая? Нормально. Вы как? Нормально. Максимку надо похормить. Идите. Всё хорошо. Господи, когда же всё это закончится, а? Максим. Вылезай, это я. Обед тебе принесла. Так. Жаль, что закрываться нельзя. У шкафа скоро дверца отвалится. Каждый раз туда прятаться. Знаешь, лучше уж дверца отвалится, чем тебя кто-нибудь услышит. Тихо. Вылезай. Этот дет специально ключами звени, чтоб ты зря не прятался. Давай ешь. Бесполезно. Никак не сбежать. Я думал, через крышу гаража, а они и там пост поставили. Ешь. В первый рейс с тобой поедут мои мальчики. Всё погрузят, всё разгрузят. Ты с Эйнером один справишься? Справлюсь. Добро. Ты, главное, проследи, чтобы глаз не было лишних. Не волнуйтесь, прослежу. В нейтральных водах состыкуешься с партнёрами, груз перебросишь и обратно, пока моих мальчиков не укачало. Да подожди. Оксану я могу увидеть? Да чего ты волнуешься? Да ничего с ней не будет. Роды начнутся, а кушерку из Питера вызову. Спорю на свою премию, что это буду не я. Ого, не жаль, будете с такими копейками расстаться. Привет. Привет. О чем спор? Да вот гадаем, кому Луговское дело по убийству полицейского отдаст. Вы про стрельбу в больнице не спасли парня, да? Сплю. Тому успели помощь оказать. Мне Фёдов ещё одного подстрелил. Вон, ну что. Так его задержали или нет? Нет. Пока Луговской пытался раненому помощь оказать, Нефёдов как в воду канул. Теперь все на ушах. Объявили планы перехватов, какие только можно. Луговской у тебя? У себя, но он никого не принимает. Он на измене от всей этой истории. Москва постоянно звонит по телефону, дрючит. Ну я попробую. Удачи. Ну давай. Валя мне рассказала, как ты вступил из-за неё. Спасибо тебе, маленькая Ксю. Да я убить была готова, Васильич. Что я слышу? Кого убить, а? Дед, пошёл вон отсюда. Иди, Васильич. Пошёл, пошёл, пошёл. Так чего, кого убить-то, а? Может, мужика своего за то, что он вас в этот кошмар втянул, а? Да. Ну как на него можно злиться? Он же такой притекательный, да? Слушай, а давай я его сама накажу, а? Поеду к нему ночью, накажу пару раз. Ты ей против? Тронешь Жору, я тебе лично шею сверну. Поняла меня? Да. Страшные вещи вы мне рассказали, Георгий Фёдорович. И действовать надо безотлагательно. Что у вас со временем сейчас? Смотря для чего. Хочу, чтобы вы всё то же самое рассказали в областном управлении. Дело серьёзное, а мы, боюсь, сами не справимся. Я сейчас позвоню в Питер. Если областной начальца на месте, то сразу туда и рванём, на моей машине. Подождите меня, пожалуйста, в коридоре. Алло, здравствуйте, это подполковник Луговской. Соедините меня, пожалуйста, с начальником управления. А что, мы какими-то огородами едем? Пост на выезде из города хочу объехать. Гайцы сейчас из-за перехвата все машины тормозят. А я ведь в связи с этими событиями коньячку маханул. Вот не хочу, чтобы цеплялись. Заблудились, Олег Наумович? Да. Выходи из машины. Бегом. И без глупостей, мы здесь не одни. Пошёл вперёд. Пошёл вперёд. Вперёд. Давай, давай. Сюда, направо. Иди сюда, Жора. Чего покажу. Зря ты это подполковник. Что именно? Дорожку такую выбрал. Сдохнешь, как собака. Зацени, Жора, какая я добрая. Ты меня ментам хотел сдать, а я тебе даю шанс на исправление. Интересно, какой? Человечка. Нужно одного для меня грохнуть. И я тебе твой косяк прощу. Да ты девочку ни себя не ломай. Я знаю, что ты в армии снайпером был. Добрые люди подсказали. Ну, это когда был-то? Потренироваться надо? Три дня тебе даю на тренировке. Потом буду каждый день кого-нибудь из твоей семьи на тот свет отправлять. Хочешь? Продемонстрирую. Расчехли его. Подожди. Рот ему отклей. Не поняла сейчас. Ну, перед смертью последнее слово положено. Ой. Ну, пусть мент потявкает перед смертью. Жалко, что ли? Жора, Жора, скажи моим родителям, что я не убийца. Это вот он. Он Лешку убил. Коля, не дури. Брось пистолет. Не дури. Положи пистолет. Давай, давай. Давай. Вот так. Молодец. Меня заставили. Меня заставили. Жор, я очень сожалею о содеянном. Прости меня, Жор. Да хватит уже! Я поехала, а ты не забудь подарок мой. Сейчас Янчик за тобой заедет. На. И изучай объект свой. Гарынь прибери. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красавица! Здравствуйте! А вы к кому? А я к Оксане. Она дома? А, она только что уехала. А что вы хотели от нее? Так это она хотела, чтобы я с Максимкой английским позанималась. Максимки дома тоже нет? Максимки? Ну, это племянник Жоры, мужа Оксаны. А, да-да-да-да. А вы, извините, кто? А я Иннокентий, двоюродный брат Оксаны. А она, наверное, забыла про занятия и только что уехала в поликлинику на осмотр. Так вот почему она трубку не берет. Да-да-да. Ясно. Ну, вы тогда передайте ей, что я жду ее звонка, ладно? Конечно, передам. Только вы не сказали, как вас зовут. Александра. Александра. Можно просто Саша. Саша, очень приятно. А меня можно Кеша. А вам не говорили, что у вас очень красивые глаза? Конечно, говорили. У меня к вам предложение. Поехали вместе пообедаем в одном уютном месте. А там, может, и Оксана как раз выйдет на связь. И мы обратно же сюда вместе и приедем. Ну, я не знаю. Ну, вообще можно. Можно? Тогда прошу. Спасибо. Пожалуйста. Времени объяснять нет. Ситуация изменилась и действовать надо быстро. Ясно. Здесь оружие Турану. Проверьте все. Смазать есть чем? Хорошо. Мне не звоните, пока я сам не объявлюсь. И когда нам их ждать? Мам, ну, буду стараться, чтобы этого не произошло. Давайте, берегите себя. Давай. Аккуратнее. Все, пойдем в дом. Ну, в неподвижный арбуз я могу попасть. Давай я тебе лучше алкашей местных привезу. Буду их за стакан через поле пускать. На них и покажешь, какой ты снайпер. Будешь мне под руку вякать, я твою башку вместо арбуза прострелю и скажу, что это был несчастный случай. Понял меня? На связи. Ты где? На тренировке контролирую процесс. Никуда он не денется. Из клуба меня забери быстро. Уже еду. Субтитры сделал DimaTorzok Садись. Разговор есть. Ты меня, Оксан, прости. Я тут что-то лишнего тебе наговорила. Лёха тебя дочерью считал? Да и Яшке ты вроде как сестра. Так что я тебя прошу, как мать и как женщина, давай разрулим эту ситуацию полюбовно и без лишних жертв. Ну, хорошо, давайте. Только мне почему-то кажется, что вы ко мне не за просто так подъезжаете. Ну, конечно, не за просто так. А для твоего же блага. Ты должна уговорить Жору переписать его рыболовный бизнес на Яшу и уехать отсюда далеко-далеко. И будете жить долго и счастливо. Покажи бумаги. Оксана Леонидовна, поверьте, это очень выгодное предложение. Это не просто передача бизнеса, а удачная продажа, средство от которой обеспечит вас с мужем на долгие годы. Да? Как же я буду уговаривать Жору, когда вы мне не даете даже с ним увидеться? Ну, значит, скоро увидитесь. У нас что, кипиш? Нет, просто Кешья узнав, что в доме могут прятать мальчишку по имени Максим, племянника Жоры. Марк! А что Марк? Да, Максим, как это часто здесь бывает, иногда и ночевать остается. Но я же за ним не слежу, он то есть, то его нету. Слушайте, действительно, мальчик был у меня. Незадолго до вашего приезда пришел автобус и увез его в лагерь. Да, мальчик утром был, но уехал в лагерь конного спорта в Карелию и вернется через месяц. А хочешь, я тебе башку прострелил? Хватит! Вы что, с ума сошли? Мальчик где? Да в Карелии, он в лагере, я же говорю. Так, надоел мне этот цирк. Пойдите, устроите в этой халабуде показательный шмот. Пророк! Иди в дом. С этой глаз не спускать. За мной. Господи. Валя, еще разочек. В лагере, в Карелии, на лошадках, все, я запомнила. Умничка, умничка. Успокойся. Умничка, все. Так вот, у нас еще тут информаторы есть. Может, по дому шариться не придется. Скажись, да малые, а вы мальчика в доме случайно не прячете? Ну, и если вы имеете в виду племянника Оксаны Леонидовны, то его даже в городе нет. Да. Он в Карелии, в конном лагере. Что вы делаете? Зачем он правду говорит? Мы просто уточняем показания. В лагере. В лагере он. Отпустите. Идите, дом обыщите. Верю. Но проверю. Васильич, дай посмотрю. О, Господи. Пошли. Пойдем. Максимушка. Выходи, малыш. Выходи. Максимка. Ты где? Выходи. Будем играть. А? Максимушка. Выходи. Выходи, застранец. Спасибо. Спасибо. Повезло вам, девочки. Мальчика в доме нет. А вот этот долбил мне все равно не нравится. Лизонька, тебе нужно отдохнуть, ты становишься капризной. Марта всем нравится, кроме тебя. Извини, мама. Съезжу, проветрюсь, ладно? Давай. Да где же он? Я же пока реметь его должна. Молодец парень. Спрятался. Что, даже мы его найти не можем? В общем, так. Ты его давай ищи, а я пошел за пылесосом. Ага. Эти черти ключи куда-то засунули, а? Да. Ой. 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 Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Живой? Да вроде. Вас это не зацепило? Нет. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, Андрей Николаевич, жаль. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... За годы безупречной службы он отправил в тюрьму очень много влиятельных людей. Только что выбиток от тела полковника Архипова унесли на носилках. Мы будем следить за развитием событий. Жалко, Кеша, что я с тобой не поспорила. Я же тебе говорила, что он из-за своего наследничка, ну очень стараться будет. А ты мне все промажет, промажет, промажет. Ну попал и молодец. Теперь кровью с нами повязан. Это сближает. Да? Жора. Жора. Чем молчишь? Вы обещали мне свидание с женой. Ну я слово свое держу. Десять минут перед уходом пусть поговорят. Пошел. Вот витамины, что вы просили. Если еще что-то понадобится или что-то забеспокоит, обращайтесь. Аксан. Жора. Ну как ты? Я нормально, Жора. А он? Дуже хорошо. Садись. Ягайловой сделку предлагают. Вот. Ну, шут с ней. Ты мне скажи, что-то мужик терся возле тебя с чемоданом. А этот? Врач Ягайловых. У ее сына какие-то вечные проблемы с позвоночником. И часто он здесь ошивается? Почти каждый день блокаду ставит. Здесь или в клуб ездит, где он тусуется, чтобы он сдох. Какая ты мне красива, когда злишься. Чур. Макс, слушай, может нам согласиться на эту сделку, а и уехать уже наконец-то с этого дома, Жора? Нет. Нельзя этого делать. Не подписывай ничего и нигде. Ты им знаешь, что скажи? Что я, в принципе, согласен? Надо обсудить с юристом кое-какие вопросы, и все, хорошо? Жора Архипова убили. Жора Архипова убили, ты слышал? Да. Я, я у всех лучший, Оксана. Всех. Береги себя, Жора. Все будет хорошо. Не волнуйся. Малыша береги. Береги себя. Береги себя, Жора, береги себя. Жора, береги себя. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ВСЕГДА ХОТЕЛ ПОСМОТРЕТЬ, КАК МЕНТОВСКИЕ ВДОВЫ ЖИВУТ ПУСТИ, БОЛЬНО! А что, разве еще не зажило? ПУСТИ! Пойдем, может, нашей забавой повторим? А будешь брыкаться, я тебе эти отметины не только на руке, но и по всему телу оставлю… Отпусти! Отпусти меня! Отпусти, девушка, урод! Что, дед, внучка твоя, что ли? Да, отпусти! Так ты ей скажи, чтоб не копенилась, а то, может, я жениться хочу! Тихо! Дедушка, больно? Ладно, я к тебе в следующий раз зайду, а то твой дед мне весь кайф обломал. Дедушка, пойдем, я тебе рану обработаю. Пойдем в дом. Пойдем, пойдем. Нельзя так рисковать и по улицам разгуливать. Не дай Бог, кто узнает, что вы живы. Да не должны. Вон я как, в роль вжился. Да, дедуля. А это был тот урод, который вам руку прижег? Да, он… Личного врою гада. А вы мелочи расскажите, как вам удалось так натурально умереть, что вы все поверили. Если бы меня Жора не предупредил, я бы умерла от страха, когда вас живым увидела. Ну, у нас этими инсценировками целый специальный отдел занимается. Правда, я в таком спектакле первый раз участвовал. Все провожающие около могилы были нашими сотрудниками, так что выдать не могли. Под рубашкой мне закрепили пакет с кровью, но понятно, не настоящий. В кармане у меня был пульт для дистанционного разрыва, а в микронаушнике Жора Парацин. Когда он предупредил о выстреле, я уже был готов. Ну что, Андрей Николаевич, жаль. Нажал в кармане кнопку пульта и упал. В общем, разорвавшийся пакет залил кровью всю грудь. Ну, а потом вы все в новостях видели. Но все равно, наверное, страшно было. Моему сыну было страшнее. Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Я тоже пережила потерю близкого мне человека. Но в тот раз вы помогли отомстить за моего мужа, а в этот раз я хочу помочь отомстить за вашего сына. Спасибо вам большое. Но вы уже и так нам очень помогли. Ну, тогда на «ты»? Давай на «ты». А то я себя в этом во всем твоим дедушкой чувствую. А я внучкой. Кто там? Поль, это я. Открывай. У тебя по телефону был такой грустный голос, я решил заскочить. Пиццу купил твою любимую. Вань, я немножко приболела, не хочу тебя заражать. Давай через пару дней увидимся. Напугала. Ты же знаешь, какой я устойчив к заразам. Поль, у тебя точно все нормально? Ты меня пятый день игноришь. У меня все прекрасно. Вань, горло болит. Кашель. От еды воротят. Вань, дай спокойно поболеть. Иди домой. Ну ладно, поправляйся. Музыка. А ты вообще официанткой когда-нибудь работала? Ну да, подрабатывала в кафе, когда в институте училась. Ну тогда справишься без проблем. Тут в кафе только вид сбоку. В каком смысле? В смысле? В смысле, что это не просто кабак, а закрытый частный клуб. Ты же, наверное, в курсе, что у нас казино запрещены? Ну да, но я просто не вижу в этом ничего такого. Тогда не удивляйся, если у тебя клиент по попе хлопнет. Реагируй адекватно, больше чаевых получишь. Адекватно это как? А вот так. Иди на бар, тебе там все объясню. Привет. Я новенькая. Меня Саша зовут. Очень приятно. Валера. Все просто. Берешь поднос, ловишь сигналы клиента, принимаешь заказ, отдаешь мне. Вопросы есть? Да, пока вроде нет. Тогда удачи. Спасибо. Пожалуйста. Мои подправления. Я же говорил, что вы обязательны повезти. Обязательно. Статки делали. Ставок большинства нет. Чёрный сделай, пожалуйста. Чёрный. Чёрный. Ну, флэш. Ой, лучше бы я просто белошу, пожалуйста. Правоохранительные органы пока не озвучивают версии, кто мог нанять киллера, застрелившего следователя по особо важным делам, полковника Архипова. С места событий Мария Иванова Алексея. Ну, что, похоронили? Да, я готов. У вас будет лучшее алиби. А у остальных? Я стараюсь. У тебя получилось? Да. Доза такая, что лошадь можно убить. Ну, и славно. Всё, ждите сигнала. Качество хорошее. Ну? Стабильность поставок можете гарантировать? Да, конечно. Не беспокойтесь. Ваши ставки, пожалуйста. Так. Вип. А, вот. Вот. А где заказ для випов? Его, наверное, новенькая забрала. Блин. Валер, я забыла ей сказать, что випов только я могу обслуживать. Не, ну ты сам-то куда смотрел? А что, Валер, моё дело — напитки. Вы там дальше сами разбирайтесь. Всё, Кащей меня убьёт. Каналы поставок те же? Да, да. О, Роди. Какая хорошая новая девушка. Пожалуйста. Да. Чего-нибудь ещё желаете? Да. Тебя. Сколько стоит? Это моя девушка. Извини, не знал. Всё, спасибо. Иди. А сколько бы ты за неё дал? А ты настоящий бизнесмен. Ай. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Закончил. Вот и отлично. Я тоже закончила. Федь, переоденься, мы с тобой идем в ресторан. Да ладно. И должны выглядеть счастливыми. Надо всегда выглядеть как счастливая невеста. Значит, в следующий раз твоя невеста будет моей? Да. Она мне быстро надоест. Договорились. Так, Родя, новенькую ко мне в кабинет приведи, и сразу визит о воружоре. Понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Э, стоп-стоп. А это что за левак? Это не левак. Это товар для того же покупателя. Забирайте. На такой груз уговора не было. Послушай, мужик, я такой же наемный работник, как и ты. Мне сказали отвезти, погрузить, я молча делаю. Что и тебе советую. Если хочешь, позвони Яге. Я подожду. Скажет отвезти обратно, я отвезу. Скажет замочить себе, я замочу. Че смотришь, страшно? Нет, прощаюсь с тобой, в этом времени не будет. Да, да. Ты меня звал? Да, Саш, заходи, заходи. Присаживайся, Саш, присаживайся. Хотел узнать, как твои дела, как первый рабочий день, не обижают ли клиенты? Нет, нет, все хорошо. Мне все нравится. Хочешь? Нет, нет. Я не хочу, чтобы у меня были проблемы. Никаких проблем у тебя здесь быть не может. Все это, Сашок, моя территория. Пока ты со мной дружишь, я решу все твои проблемы. Угощайся. Нет, нет, я же на работе. Я распоряжусь, чтобы тебе сегодня засчитали, как полный рабочий день. Ну, ладно тогда. Да. Спасибо. Спасибо. Там тачка какая-то подкатила. Что делать будем? Валить его? Не надо никого валить. Это кореш мой, я договорюсь. Конечно, договоришься. Куда ты денешься? Здорово! Опять рыбачить? Привет, Вань. Есть минутка, хочу с тобой о Полине поговорить. Разговор может подождать? А Костик с Виталиком где? Уволил? В отгулых они. Новеньких обучаю. Ты их на зоне нанимал, что ли? Если б я тебя не знал, подумал бы, что пираты судно захватили. Показалось тебе, Вань. Нептун, прием! Баба-Яга тебя и всю твою семью живьем сожрет. Подарится. Черт. Крепче сжимай. Аптечка в машине есть? Ты их убил? С чего ты взял-то? Поссорились они, перестреляли друг друга. Давай, давай. А ты классный парень, Кеш? Да, это я. И порошок у тебя просто супер. Да. Ну, так а что, потанцуем тогда? Да, что ты делаешь? Тихо, тихо, тихо. На, тихо. Ну, руки-то убери! Да, ты что делаешь? Да, я саме все расскажу. Ну? Да, что происходит-то вообще? Следи за базарем, коза! Те, кто на меня жаловался, те все давно сдохли. Да что происходит-то вообще-то? А-а-а-а-а! А-а-а-а! Ну ты! Иди сюда! Мы не закончили. А-а-а-а... Удачно зашли. Здравствуйте. Давно вас не видел. Да вот решили день нашего знакомства отметить. Мы ведь с института вместе. Это ж сколько лет? Сорок. Уже института космической связи нет. А мы вот все вместе. Нам как обычно и два бокала красного сухого вина. Хорошо. Только вино сразу. Спасибо. Да, конечно. Вы меня простите, пожалуйста. Я-то случайно услышал про институт космической связи, вы сказали. А я ж там служил. Ну, напротив там, если помню, такая еще была секретная воинская часть. Она и сейчас там есть. Эх, молодость. А знаете, а я с большой теплотой вспоминаю годы службы. Олег. Федор, мой муж. Он глухой, но читает по губам. Валентина. Олег. Рад знакомству. О. Пожалуйста. Молодой человек, освежите. Хорошо. Ну, за знакомство. Что случилось? Да. Я позвал тебя не вопросы задавать. Проверь, живая или веселье закончено. Я бы вызвал скорую. Ты что там обтолбался, доктор? Сдохлый черст. И блокадом не сделай. Видишь, дама меня ждет. А мысли не закончили. Мне нужно вернуться в свой кабинет. Я там препарат наставил. Будь ты проклят, доктор. Быстрее давай. Я шагу сделать не могу. Вы отказываетесь от наследства в пользу брата Якова Леонидовича Апаренюка, который вступит в права владения после выхода из мест лишения свободы. А пока всем имуществом будет распоряжаться Елизавета Эдуардовна Егайлова. Мать, ты что мне в этом мухосранске хочешь броситься сама в Питер свалить? Да ты что, Лизок? Мама тебя в таком нефэншуйном месте не оставит. Я уже полпитера подняла, чтобы Яшу по УДО выпустили. Так что, мать-героиня, не кабенься, подписывай. Не порть мне хорошее настроение. Доктор, давай быстрее. Муж плохо. Муж плохо. Давай, кори! Лизок! 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 Лиза! Лизочек! Лиза, что с тобой? Лиза! Лизочка! 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 Лизочка моя! Лизочка моя! Лизочка моя! Лизочка моя! Лизочка моя! Что? Что, моя родная? Что? Что, родная? Что? Убери! Абонент временно недоступен. Перезвоните. Мам, Кеша не отвечает. Мам, у меня предчувствие. Поехали срочно, мам! Родион с ним, Родион в казино. Давай позвони Родиону. Господи, Лизок! Я на погрузке был, только вернулся. Сейчас передам ему, чтоб он перезвонил. Нет, подождите. Здесь какой-то шухер. Пришлите людей на всякий случай. Господи, я так забывалась. Что у вас тут, пожар? Да, дым из коридора в зал повалил, думали пожар. По плану всех эвакуировали. Ну, сейчас уже понятно, что не пожар. Кто-то дымовую шашку бросил. Горячева. Горячева. Где официантка новая? Вы как увели ее в кабинет, так я больше ее не видел. Горячева. Господи, Ваня, что с ним? Ралин, пуля на вылет прошла. Куда его? Клади на диван. Я за аптечкой. Архипов, вернулся? Нет, я за него очень переживаю. Господи, Ванечка. Справишься? Да, конечно. Все, я скоро вернусь. Давай. Ванечка, Ванечка. Давай-давай-давай-давай-давай. Так. Да, обувь у тебя, конечно, не для лесных прогулок. Я думаю, так до утра не доберемся. Черт. Ты же помер. А я тебе сейчас с того света привет передам. А чего ж ты своего санка не взял? Я бы вас с двоих еще раз грохнул. Ты сначала попробуй со мной одним справься. Понтуешься? Горзый ты, полковник. Ну хорошо, бросай пистолет. Ты откуда взялся? Стреляли. В смысле? Ты же должен в море быть. Форт-мажор, вот я тоже смотрю изменения в графике. С отягчающими. А она здесь откуда? Ее Кощей чуть не убил, пришлось с собой взять. Здравствуйте, Саша. Давно не виделись. Вы как? Здравствуйте. Тихо, держи. Андрей Николаевич, стук. О, Господи. Не дома лазарет какой-то. Это еще кто такая? Подруга, Александр. Тихо, тихо, тихо. Слушайте, есть у кого-нибудь первая группа крови? Ваня много крови потерял. Переливание надо делать. У меня первое положительное. Бери хоть всю. Отлично. Все не надо, надо стакан. На шатырь. Давай туда. Все, все. Ага. Пей. Нормально? Знакомый почерк. Сейчас я переливание запущу. Я тебе раной обработаю. Андрей Николаевич. Да. Без меня справитесь? Ну что ты, войну развязал. Без алиби остался. У меня выбора не было. Ладно, мне пора в рыбхоз. От улик избавиться. Валентина Георгиевна, я на вас очень надеюсь. Не волнуйтесь, я вам сразу позвоню, как только увижу, что Федор на охоту собирается. Я ненадолго вас оставлю. Чтобы порох всегда оставался сухим. Вот он говорит, что Родион в лес побежал. Хоть в лес. Хоть под землей. Найди его. Пошел. Пошел... Извините. Я слушаю. Подполковник! Киша убили? Что? Не штукай! Казино! Казино! Быстро! По ходу на войну объявили! Ха-ха-ха-ха-ха. Извините, но я вынужден вас оставить. Служба. 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 Не чокаясь. Служба. 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 Давай. Давай, пей. Я так и знал, что ты мне не все рассказала. Про что ты? Мне очень неловко. Почему ты не сказала, что у тебя такая красивая подруга? Я б хоть причесался. Но если ты шутишь, значит, все хорошо. Ваня, ты не моя подруга, это подруга Оксаны. Я Саша. Очень приятно. Ваня. Мне тоже. Что это за синяки? Кто это сделал? Вань, их уже Бог наказал. Когда он успел? Сколько я был в отключке? А братец-то, вы шутник, да? Да, шутник. Андрей. На, держи. Давай. Я надеюсь, из аптеки на нас никто не стуканет. Да, спасибо. Спасибо. Я сказал, что у меня кот с собакой подрались. Угу. Ну, привет, боец. Очухался? Здравствуйте. Может, вы мне сразу все расскажете? Расскажу. Только ты не поверишь. Попей еще. Как книжка? Нравится? Только картинок не хватает, как в комиксах. Ну, я убежден, что собственная фантазия гораздо интереснее, чем чужие картинки. Мороженое еще осталось? Ой, чего-чего. А это у нас навалом. Сейчас принесу. Так, давай. Да еще Финн сообщил, что его люди на месте, а товара все нет. Ты понимаешь, что это может значить? Да. Гроб пустой. Могила точно его? Да, да, точно. Фотку шли? Гроб пустой. Вот, значит, как. В игры со мной решил поиграть. Отставник ментовской. Ну что ж, теперь мой ход. Утоплю его баб в заливе. Твои люди здесь? Давай ко мне быстро. Пятый канал представляет. Пятый канал представляет. Ну, какую? Головёд ночью был? Был. Дуговской в баре всю ночь пил. Пил. Ну, тогда и запишем. Водитель не справился с управлением в тяжелых погодных условиях. Ха. Точно. Вы не знаете, что случилось? Нет. А что? Там вся эта нечисть ходит злая какая-то. Я боюсь, как бы с Жорой что ни произошло. Ну, тогда бы наоборот. Все радостные бы ходили. Поехали. Что значит поехали? Куда? Вопросов не задаем. Просто идем с нами. Я никуда не поеду из своего собственного дома. Оля! Не трогайте ее! Да что же вы делаете? Ироды! Васильич, ты как? Я сейчас тебе водички принесу. Ой! Елизавета Эдуардовна, я заварила вам чай. Пошла вон. А может быть кофе? Пошла вон. Елизавета Эдуардовна, все в порядке? Пошла вон, я сказала! Тихо ты! Отпусти меня! Отпусти! Не трогай меня! Я ворончика уже, я тебе сейчас нужен. Да ты мне не нужен! Отпусти! Слушай меня сюда, Ян. Ты мне не нужен. Не тешь себя надеждами. Все, что было в прошлом. Слышишь, мне никто не нужен. Я хочу только одного. Вместе я хочу всех убить. Они меня лишили брата. А ты мне не нужен. Пошел вон. Пошел вон, я сказала. Пошел вон. Пошел вон. Приказы выполняй. У тебя приказ баб на судно тащить, тащи. Пошел вон! Пошел вон! Слушаю, Архипов. Говори. Зря вы с Жорой. Раньше мне ничего не сказали. Это я запретила Жоре, чтобы мне не рассказывать. Иначе ты, как кубанский казак, стал бы шашкой размахивать и завалил бы всю операцию. Да я и так ее, кажется, завалил. Я думала, я одна по дурости в такой лютый замес попала. Да при чем тут моя безопасность? Вы понимаете, что много людей пострадать может из-за вашей халатности? Да ничего вы не успеете сделать! Андрей, что случилось? Надо уходить отсюда. Почему? Кто-то раскопал могилу и вскрыл гроб. Я задержу его, чтобы он не зашел в дом. Полина! Ты чего опять приперся? Ты только и можешь, что на стариков и беззащитных женщин наезжать. А если на тебя пожалуюсь, что ты обещания своих хозяев не выполняешь? Жалуйся, только они в курсе нашего второго свидания. Поехали. Какого второго свидания? Я с тобой никуда не поеду. Доедем до работы твоего дружочка Жоры. Там все узнаешь. Отпусти! Тихо, тихо. Ложись, ложись, ложись. Тебе нельзя вставать. Нас ждет увлекательное морское путешествие. Отпусти! Да чё ж вы ничего не делаете-то, а? Я думал, вы мужик, а вы дерьмо трусливое. Заткнись, боец. Ты сейчас нас всех здесь спалишь. Если они услышат, что в доме кто-то есть, нам всем конец. На тебе, на всякий случай. Чё ж вы его тогда не пристрелили, раз у вас пистолет был? Да потому, что пока у них наши заложники, надо не пистолетом размахивать, а головой думать. Из дома не выходить, пока я или Жора не вернемся. Заткнись, боец. Тихо, тихо. Отошел от машины, быстро. Следственный комитет, особый отдел. Прошу ключи от машины. Дело государственной важности. Ага, сейчас. Ты мне машину раздолбаешь, а я зубы на полку должен класть. Лучше сразу меня пристрели и езжай потом, куда хочешь. Да ты чё, я пошутил. Пошутил, давай поехали. Ну, так бы сразу и сказал. Я чё, я же всегда готов помочь. Давай заводи. Да я уже. В рыбхоз гони. Девилы, пацаны, держите! Стой! Что случилось? Людей собирай за пацаном, беги. И что с ним делать, когда догоним? Сюда тащи, дебил! Марта! Может, скорую вызвать? Труповозку себе вызови! Повезло тебе. Ходи, смеленький. Извини, что пистолетом напугал, просто срочно ехать надо было. Держи. Да не вопрос. Обращайтесь. А вам случайно помощник не нужен? А то я за право дела врок могу дать так, что не хуже вашего пистолета. Врок говоришь? Готовы принять на борт? Здорово, мужики. Таксин Дубровка кто заказывал? Мы не заказывали. Так, может, изначальство кто? Нет здесь никого. Ты попутал. Так, я сейчас все проверю. Ничего я не попутал. Рыбхоз, Зина Порнова на Дубровку. Я когда подъезжал, женщину здесь видел. Нет здесь никаких женщин. И не было никогда. Все, давай, езжай отсюда. А вот, ты вот так вот рукой сделал, когда я подъезжаю, я подумал, что это Зина. Слышь, мужик, тебе что сначала открутить, башку или колеса? Так, так, я уехал, все. Ложный вызов, может, не оплачу. Все, давайте грузите бабу, пока никто не приперся. Пойдем. Отпустите меня! Отпустите меня! Отпусти меня! Отпусти ее! Быстрее! Че ты с ней возишься? Убирай руки! Давай! Сиди тихо, не буди лихо. Обе бабы на борту готовы выдвигаться. Если увидишь, что с товаром все в порядке, бабки Жоре все равно не отдавай. Тащи их обратно. И не порть им особо внешний вид. Пригодятся еще. Принято. Все, на связи. На связи. Максимка. Дома не выходите. А-а-а. 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 Сиди жор! Тетя Оксану поехали бандиты море топить, если вас там не найдут. Я ещё ноут вам привёз. Там что-то для них важное, раз лиха его всё время в ящик кладёт. Остаёшься с бабушкой, дедушкой. Понял? Ладно, а пострелять дадите? Ну, если патроны останутся, да. Ну, за жён там не лезь. Хорошо быть. В безопасное место его отведёте? Ну, конечно. Аккуратнее там. Хорошо, мам. А что такое? Разве барышням не нравится романтика? Разве не об этом мечтает каждая девушка? Море, яхта. Красивый мужчина. А что делает мужчина с девушкой на яхте? Музыка. Да с этой картой хрен разберёшься. На кой чёрт тебе карта? Где же навигационный прибор? Ну, охренели ты молчал? Вбивай координаты, которые лихо прислала, будешь штурманом? Есть. Скажи, Ян, ты правда можешь беременную бабу утопить? А при чем тут я? Ты и с дружочком своим топить будешь? Нет, Ян, мы на такую жесть не подписывались. Это совсем уже не по-людски как-то. И тебе не советую грех на душу брать. А что так? Кары божьей испугался? До этого народ пачками валил и фамилию не спрашивал, а тут в Бога уверовал? Да нет, это другое. Причувствия нехорошие. Тихо. У нас гости. За мной. Ты туда, я туда. Ну что, мент, как бы мне тебя убить, чтоб наверняка, а? Пуля тебя не берет. Придет из тебя, наверное, сжечь. За соляркой в трюм не сгоняешь, а? Тохни, ура! Олешка, тебя не задело, ты не ранена. Ранена? Куда? В самое сердце. Помогите! Помогите! Оксана! Оксана, что случилось? Оксана! Подожди. Без паники. Без паники. Садись, садись, садись. Давай, давай, вот так, осторожно. Андрей, вызывай скорую. Я телефон разбил. Блин, ну найди какую-нибудь связь. Давай, дыши. Дыши, дыши. Молодец, молодец, молодец. Да хорошо. Дыши. Молодец. Давай, давай, давай. Дыши, дыши. Мать, давай прислугу грохнем, а? Это из-за них пацан его ноутбук стащил. Прииско сядь не мельтеши перед глазами. Сто раз еще успеем грохнуть. Ты что ли будешь хозяйство вести? Я не собираюсь. Извините, Карина Романовна, пацанинок сбежал, а наших двоих мужик с собакой из калаша завалил. Какой мужик с собакой? Ну, который муж хозяйки. Давай, давай, давай. Дыши, дыши, дыши. Нашел только спутниковый, но он запаролен. Дыши, дыши. Ну, не знаю, найди какие-нибудь тряпки там, полотенце, все что угодно. Дыши давай. Ой, все, не могу. Давай, дыши. Звони Роругу. Пусть топит баб в заливе и на камеру снимает. Дыши, дыши. Хорошо. Пророк, баб топи. На камеру снимай, когда связь появится, мне пришлешь, понял? Алло, прием. Ты что там помер что ли? Он не помер, он сдох как собака. Ты следующая. Мама. Они Яну кончили. Всех бойцов собери. Возьмите все оружие. Никого не жалейте! Ну, эту семейку под корень удавите! Я всех отможу! Всех озолочу! Так всем передай! Понял, иди! Так точно. Мама! Яс! Яс! Я должна видеть это сама. Поедешь со мной на сафари. Поехали! 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 Каспер! 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 Полина не отвечает, может с ней случилось что-то. Каспер! Иди-иди в старый дом, прячься в дом. Каспер! В подвале старой кухни там. Каспер! Иди, Каспер! Ну что, Максимка, давно ты в прятки не играл? Я только и делаю, что в прятки играю. Ну, тогда пойдем опять прятаться. Давай, давай, быстренько, давай. Давай! Потерпи, моя хорошая. Раскрытие еще не полное. Давай, дыши. Глубже. Глубже давай. Давай, давай, давай. УЗИ показывало двойное питье бубовина! Андрей. Беги за помощью. Найди кого-нибудь с телефоном. Надо вызвать скорую. Сами мы не доведем Оксану. Давай, давай, ровнее. Давай, давай, дыши. Дэзофоникан. Рассажирование. Давай, 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 давай! Эти. Воскрепленние. Пятнем. Потом падало. Эти. Эти. Девушки отдыхают. Ну что, ты очень вовремя? Даже не знаю, чему больше удивляться, потому что я ещё жив. Или как вы здесь оказались? Оксана здесь? Пойдём, сейчас тебя ещё больше удивлю. Ну вот, и помощь подоспела, и машиной. Есть. Жора! Вот, познакомься, доченька. Это твой папа. Жор, у нас девочка. Девочка. Господи, какая она маленькая. Ты как? Уже всё хорошо. Она уснула сразу. Маленькая моя, намаялась, как назовём-то, Жор. Я не знаю. Я ж только для пацанов имена придумал. А давай мы её Танечкой назовём, а? Татьяна Георгиевна, ну, здравствуй, Татьяна Георгиевна. Ну, здравствуй, Татьяна Георгиевна. Жор, Оксану с малышом надо в больницу, чтобы осложнений не было. Да, конечно. Пойдём потихонечку. Андрей Николаевич, отвезёте на бандитскую машине? Конечно, не волнуйся. У меня, кстати, для вас тоже сюрприз. Давайте, аккуратненько наверх. Ага, давай осторожно. У меня в машине ноутбук Егайловых. Я думаю, вы всю банду целиком на пожизненную можете упрятать. Ты меня не перестаёшь удивлять, Георгий Фёдорович. Ба, мне страшно. Знаешь, дорогой, мне тоже часто бывает страшно. Но у меня проверенный способ есть. Какой? Я начинала напевать любимую песню. У тебя есть любимая песня? Есть. Колыбельная. У неё мама каждый вечер пела. Споёшь? Утром ты будешь опять Бегать, смеяться, играть Завтра тебе я в саду Много цветочков найду Всё-то отдать поспешишь Лишь бы не плакал малыш Глазки скорее сомкни Спи, моя радость, усни Усни Какая замечательная песня А почему ты скрывал от нас свой талант Ты, Аня, обязательно её спой Девочки это любят Так, Максимка, будем действовать по плану Б Бежим только тихо Как ниндзя Как ниндзя, точно Как ниндзя Как ниндзя Как ниндзя Так, Максимка, сиди здесь тихо Жди моего сигнала Как дам сигнал Быстро беги к нашему старому дому Дорогу найдёшь? Без проблем Я сто раз сюда с дедушкой ходил Молодец Без проблем Пает Бог Без проблем Бог Бог Без КОНЕЦ 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 Беги! Принял! КОНЕЦ 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 Ты куда ноутбук дел, гаденыш, а? Если ты будешь молчать, этот страшный дядя тебя съест. Рынь не покажи. Где ноутбук, мальчик? У бабушки с дедушкой оставил. Ранен. Пойдем, в дом перережу. Давай, давай, давай. Идти можешь? А то мне еще за Максимкой бежать надо. Он там один. Ну почему же один? Он в хорошей компании. Игрушку брось. 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 Здравствуй, милый. Ноутбук у тебя? Родители моей племянни где? Поехали, покажу. Брось бы. Брось бы. Ну что, можете мысленно попрощаться друг с другом. Последнего слова давать не буду. Я его оставлю за собой. Тут кое-кто меня просил лично отомстить за смерть братьев. Я не могла ему в этом отказать. Ну что, Яшик, все, как ты хотел. Спасибо, тетя Гаря. Яш, не надо, я тебя очень прошу, не надо. Не делай этого, я тебя очень прошу, не делай. Что, герой, очкуешь? В женщину с завязанными руками страшно стрелять. Мам, развяжите ее. Развяжи. Нет, Яшик. Яш, послушай меня. Ну, посмотри хотя бы. Ты в курсе, что твоя тетя Гаря хотела твою беременную сестру в море утопить? Заткни его! Это правда? Да ты что, Яшик? Да ты что, ты кого слушаешь? Он тебе не то наплетет. Да. Я бы ему тоже не поверил, если... Если бы что? Если бы Оксана сама мне все не рассказала. Нет! 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 Мама! Давай! Пусть не есть! Мама! Готовер! Живой? Ну? Живой? Живой? Давай. Так, дай сюда. Алло. Полиция? Я хочу сообщить. У меня тут два трупа. Заводи мотор! Выходи в море! Быстро! Хорошо, хорошо. Только успокойтесь. Быстро удочку отстрелю. Мужиц пошел! Уже. Уже делаю. Шевелись! Шевелись! Да, Мика. Да, так меня слышно? Да. Да, Мика, весь бизнес перешел ко мне. Ну, договоримся. Только встреть меня, пожалуйста, в точке передачи товара. Вонер. Сейчас же отправлю своих людей. Поговорим о деталях, когда прибудете в мою резиденцию. Отлично. Сволочи! Меня не взять, слышите? Я вернусь к армии наемников, вы у меня все в могилы ляжете! Все! Все чертовы белоногие! Ну, вот и сказочке конец. Пойдем, Каспар. Каспар. Да посмотрим. Здоров. Прекрасный. О, здрасте, Андрей Рауливич. Здравия желаю. Здрасте. Начальник у себя? Да, у себя на месте. Разрешите, товарищ полковник? О, какие люди! Присаживайтесь. Хорошо выглядите. Вынужденный отпуск пошел вам на пользу. Да я как заново родился, пока вы тут с нечистью воевали. Полковник, я попрошу вас придерживаться официальной версии. Преступное сообщество Егайловых погибло в результате разборок с конкурирующей группировкой. И теперь мы с вами будем выяснять, что же это за группировка такая была. Ну, попытка не пытка. Ладно, не держите в себе, говорите, с чем пришли. Андрей Николаевич, я тут пока в больничке лежал, о многом передумал. Я уже не молодой, время летит. Ну, что я видел в этой жизни? Бандитские рожи, кровь для преступления. Но ведь мы с вами знали, на что шли. Да это понятно. И все же я, когда выкарабкался, так сказать, с того света, стал прислушиваться к жене. О пенсии мечтаете? Да, хочу попутешествовать с семьей, с внучкой. Но начальство меня не отпускает, пока я не найду замену. И есть у меня на примете человек, но он меня и слушать не хочет. А со мной, значит, он говорить будет? Конечно, вы же теперь как родные, и у вас с ним давно уже это боевое братство. Ну что ж, вы знаете, мне тоже не безразлично, кто в моем городе будет полицией управлять. Ну и я об этом же. Давай помогу. Пойдем. Так. Странно, нас никто не встречает. Вон они. Ну, здрасте. Привет. Привет, кто к нам приехал. Привет, дорогой. Танечка. Да, подержись. Ой, ты моя хорошая. Ой, какая. А кум-то где? Без него новоселье справлять не будем. Сейчас подъедет. У него к Жоре какое-то дело. Всяк и готовы. Идем в дом. Пойдемте. Максимка, пойдем. Моя девочка. Идем. Молодец. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok